всем привет сегодня поговорим о сигаретах белое солнце оригинальные синие у нас продукция табачной фабрики пепел крымские сигареты какие-то они уже в обновленном дизайне но они раньше в принципе также выглядели только рисунок был более размытым значит белое солнце вот здесь выбито у нас сзади это принт идет с нашлепка ничего интересного сверху выглядит вот так тут у нас содержит мутагены канцерогены ну и собственно изготовитель у нас о пепел самарская область город самара но я уже рассказывал этот момент в других обзорах на крымскую продукцию да что вообще как бы фабрика это в крыме находится но у нас появились филиалы в россии один из них вот самаре еще какие то есть я не знаю курил разные качества одно и то же ну если это непаль конечно так что на это можете там не обращать внимание что самара там и так далее написано сто процентов натуральный табак без заменителя произведено согласие собственника марки ну посмотрим какой тут табак значит у нас это пачка 0 7 20 то есть июль двадцатого года цена составляла 110 рублей час у нас июнь 21 года то есть стоит они уже наверно побольше но я не знаю сколько значит что мне понравилось вот мы потом еще позже поговорим о других синих сигаретах фабрики пепел там у них у всех белые фильтра что четыре двойки что кортица любые все с белым фильтром единственное вот только белое солнце легкое имеет пробковый фильтр но вот это мне прям понравилось я не люблю белые фильтра там нас претензии направлять ну и собственно сами сигареты рассмотрим они нас классические пробковый фильтр золотое колечко на ободе написано золотым белое солнце оригинальные вот собственно вот так такая у нас набивка достаточно неплохо для таких сигарет и перфорация у нас здесь честно говоря я не пойму или ее здесь нет или в общем я не вижу запах между давно открыты запах такой вещь это табачная сладость какая-то давайте закурим посмотрим если вы не смотрели может не знаете у меня на канале есть обзор на желтую версию данной марки белосолнце желтые это крепкие достаточно неплохие сигареты вот ну и конечно будем их сравнивать с синими первые вот две-три затяжки так немножко затруднительно делаются тяга такая затрудненная но впоследствии становится это нормальным запах табачный запахи действительно есть табак и вот в отличие от других синих крымских сигарет о которых мы позже поговорим тут как бы все более-менее нормально сделано соусами с вот этим все то есть они пахнут табаком потому что беда этих я больше вот из крымских сигарет больше предпочитаем на крепкие версии потому что синие версии это не то же самое легче это ну грубо говоря это так но в синих почему-то соусирование больше чем в крепких я не знаю почему так вот здесь как бы нет такого контраста как например в двойках или в хортицах ну и плюс они конечно полежали они легкие где-то 0,5 миллиграмм по никотину я бы дал ну прям это для меня воздух воздухом мягкие ничего не режет не першит не стреляет в принципе нормально курятся видите дым прозрачный практически не насыщенные они по смоле я так где-то думаю 605 или 505 вот такие здесь показатели никотин не химический что конечно же не может не радовать давайте через нос попробуем пропустить на химию вот когда ты куришь их просто обычно ничего не режет не бьет как бы это но вот я сейчас через нос затянул и я чувствую химию она конечно здесь не на таком уровне как в винстоне российском или там собрание что там сразу просто разъедает все слизистую нет но такой толчок резкость такая неприятная возникает то есть я о чем и говорю а вот в желтый если через нос пропускать он нормально проходит без толчков всяких этих то есть я не знаю почему но в синих сигареток у них химии больше вкус честно ничего из себя не представляет ну реально хотя видите я вам пол пачки выкурил такая легкая сладость какая-то вирджиниевая мешка весьма такого ну вот за 100 рублей и не больше ну реально из ничего тут особенного ничего прекрасного нет это просто сигареты которые можно курить которые в принципе нормальные для тех кто любит именно легкие сигареты но я вам все-таки порекомендую взять вместо этой версии желтую она все-таки лучше и по вкусу и по крепости а так в целом пойдет ну конечно за 100 рублей то пойдет а вот сейчас они стоят наверное уже не знаю даже сколько они сейчас стоит напишите если кто-то со свежим мрц встречал их я так не покупаю мне навалом крымских напишите сколько они сейчас стоит то есть как бы это бюджетный сегмент но сейчас они уже стоят наверное рублей на 120 это и хреново знаю даже после нового года 21 резко на 20 процентов все подорожало на этом все спасибо за внимание всем пока